Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей, писал советский поэт Николай Тихонов. Эти строки он посвящал не тем, кто воевал на полях сражений, но с таким же правом их можно адресовать именно им, ветеранам войн. Сегодня ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Октябрьском округе, вручили медали к 70-летию победы. В их рядах одна женщина, парашютистка Клара Дорофеева. О ней наш материал. Патриотизм у нее в крови. 14-летней девчонкой Клара Тимофеевна пробралась в вагон поезда, который отправлялся на фронт. Через несколько станций ее нашли, отправили домой со словами «Подрасти, потом приходи». Так она и сделала. В 43-м, когда ей было 16, записалась в Омский аэроклуб. Из многих кандидаток выбрались 7 девушек. Вот они на фотографии. Молодая парашютистка Клара, вторая справа. Первый прыжок в неизвестность. Всегда, когда я встречаю парашютистов, я всегда спрашиваю, а какой был самый страшный прыжок? И мне отвечает второй. А чего вы спрашиваете? Я говорю, потому что я со второго хотела сбежать. Я не хотела прыгать. Всего было 10 прыжков. Надо. Это слово сама себе Клара Тимофеевна повторяет на протяжении всей жизни. В отца пошла. Он воевал в отряде Каландаршвили. И чаще обычно говорил только «да» или «нет». Такой стойкости духа не хватает молодежи, уверена Клара Тимофеевна. Но постоянно через пресловутое «надо» в школах округа она проводит уроки патриотического воспитания. Я вот сейчас посмотрю, ну что за фильмы? Вот я начинаю, сижу, да, только что «Воры в законе». Я даже не знала, каких я уже узнала. Вот. Там, значит, менты продажные и все прочее подобное. Понимаете? А мы смотрели фильмы о тружениках, о героях труда. Мы смотрели фильмы о героях гражданской войны. Понимаете? А сейчас, я не знаю, да они, наверное, не смотрят, они смотрят свой интернет. Она благодарна этой жизни за то, что до сих пор жива. За то, что в 88 лет она выходит из дома, пусть и в сопровождении. И смело отправляется на встречу к мэру за заслуженной наградой. За юбилейной медалью к 70-летию победы. Это нужно помнить. Это святое все. Ничего подобного в мире не происходило. И это самое, будем говорить, надежное средство, память об этой победе, самое надежное средство, уберечь вообще мир от очередной капострофы. Медали к 70-летию победы получают все ветераны страны по поручению президента. Видя друг друга в этот день, те, кто безоговорочно бы отдал жизнь за родину, вспоминают тех, кого уже нет в их рядах. Истории своей жизни ветераны готовы рассказывать часами. Главное быть услышанными и незабытыми. Денис Ионос, Александр Филиппов, Антенна 7.